Да, серия нас очень порадовала. Красивые романтические сцены в начале неожиданно перешли в зрелищный экшен во второй части, а именно сражение монстров Шрека с титулованным мечом. Я и представить себе не мог, что Чэн Синь настолько силён и что его меч обладает такой мощью. Итак, как мы и думали, Сан помог Сиаву на время вернуть свой разум. И они решили обручиться в присутствии родителей. Сцены этого торжественного события выглядят прекрасно. Наряды героев очень красивые, даже Сан немного преобразился. Наконец-то мы можем порадоваться за Тан Сана и Сиаву. Родители Сана конечно же дали своё благословение и готовы принять Сиаву в семью. Так что теперь Сан и Сиаву официально жених и невеста. Достаточно вспомнить сколько они всего пережили, как неоднократно спасали друг друга и жертвовали собой. И становится понятно, что они просто отличная пара. Однако полноценная свадьба будет лишь тогда, когда Сиаву полностью воскреснет. Ну а дальше крутое сражение с титулованным меча. Оказывается, он один из самых сильнейших атакующих мастеров континента. Поэтому монстры Шрека получили хорошую тренировку, перед тем как отправиться на остров морского бога. Тан Сан тоже подоспел к началу битвы. Как в старые времена они почти всей командой встретились с сильнейшим противником. Не хватает лишь Сиаву. Но сражение было реально крутым и эпичным. Сила титула меча превзошла все мои ожидания. Особенно его способность полностью слиться с духом, что даёт колоссальную энергию. Также нам больше показали другие навыки мастеров из семёрки монстров Шрека, которые мы не видели. Например, пятый навык Даймубая и кость Нинранрон, которую она получила после турнира. И хотя в этом сражении победил титулованный меча, он преподал семёрке важный урок, что духовная сила в некоторой степени важнее духовных навыков. Особенно это заметно на высоких рангах, выше 95-го. В общем, эта битва мне очень понравилась и вызвала у меня немалый восторг. В следующей серии, как мы увидели в анонсе, Сан отправится в Имперский дворец. А также его ждут испытания на острове Морского Бога. Уверен, будет очень интересно. Я наконец-то нашёл того, кто может выдержать силу моря. Но они должны понять, насколько они далеки от настоящей силы. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!